Приветик всем! Сегодня 15 октября и мы с вами идем в Hellfire Caves, что означает пещеры адского пламени. Многообещающее название, не правда ли? Смотрю, тут вовсю идет приготовление к Хэллоуину, но это не для меня. Я этот праздник не люблю и не понимаю, но каждому свое. Теперь идем к кассам покупать билет. Цена на билет для взрослого 9,50 английских фунтов. В этом помещении находится все сразу. И сувенирная лавка, и кафе, и билетная касса. Давно я хотела посетить это место, но как-то всегда откладывала на потом. Выдали мне жетон, это как входной билет, и я захожу. Продолжение следует... Пещеры адского пламени находятся в часе езды от Лондона. Мы совершаем путешествие глубоко под землей в холмы Челтерн. И при первых же шагах в эти пещеры меня ждал Облом Петрович. Я почему-то думала, что здесь будут настоящие пещеры, а оказалось, они построены в 18 веке. Но ничего не остается делать, раз уж приехала, зашла. Пойду и посмотрю. И в этих пещерах я абсолютно одна. Никого здесь больше нет. Встретила двух женщин тогда, когда выходила. Может быть, людей нет, потому что это утро рабочего дня, а может быть, немного таких лохов, как я. Хотя ладно, мне все же интересно посмотреть что-нибудь новенькое. Но одно я знаю точно. Второй раз я сюда не приду. Заблудиться, я думаю, тут не заблужусь. На стенах есть карта. И если все время придерживаться одной стороны, к выходу я выберусь. Я выбираю идти налево и придерживаться левой стороны. Так что пошли. С давних времен на склоне холма находился карьер, где добывали мел для фундаментов домов в деревне и для дорог. Сэр Фрэнсис, второй баронет, приступил к расширению этого карьера, чтобы снизить серьезную местную безработицу, вызванную тремя последовательными неурожаями в 1748, в 1749 и в 1750 году. А также обеспечить материалом новую главную дорогу между Уэствиком и Хайвиком. Мужчинам платили один шиллинг в день, что в те времена было достаточно, чтобы поддержать тело и душу. Старая дорога проходила по дну долины и была настолько изрыта, что экипажи часто переворачивались, особенно в сырую погоду. Новая дорога, которая шла по прямой линии Уэкам, также должна была обеспечить трехмильный вид на церковную башню, увенчанную сверкающим золотым шаром на вершине холма. Этот проект во многом соответствовал предложениям, которые сэр Фрэнсис уже внес в парламент во время своего пребывания на посту канцлера казначейства для стимулирования создания рабочих мест для сокращения безработицы в сельской местности. Однако он мог бы легко расширить существующий карьер для достижения тех же целей, что было бы очевидным решением. Так никто и не знает. О причинах его решения выбрать длинный извилистый туннель глубиной в четверть мили вглубь холма со всевозможными камерами и разветвленными проходами, отходящими от него и огромной комнатой на полпути вниз. Можно только предположить, что это был элемент озорства и забавный проект. Дизайн явно символичен и, как полагают, имеет отношение к эллифсинским мистериям Древней Греции. Он, несомненно, был вдохновлен своими путешествиями в Гранд Тур, когда он посетил другие подобные пещеры и туннели. Многие из новых землевладельцев в то время создавали большие поместья и строили впечатляющие дома, украшая их по последнему слову моды и искусства. Между ними существовало ожесточенное соперничество. И Дэшфуд, вероятно, стремился превзойти своего соседа, лорда Темпла, в стол. В то время, как многие из них создавали всевозможные удивительные чудеса на поверхности земли, он был первым, кто сделал это в таких масштабах под землей. Еще одна пещера гораздо меньшего размера была выкопана недалеко от небольшого дома-студии за пределами Марлоу, на дороге в Мэдменхэм, где жил Джузеппе Боргнис, художник которого сэр Фрэнсис привез из Италии для украшения Уэствикам. Однако, маловероятно, что какая-либо из этих пещер имела какое-либо псевдорелигиозное значение. Действительно, в то время на севере Италии существовали антирелигиозные культы, а также масонские общества в Риме и Флоренции. Но нет никаких доказательств того, что Джузеппе, который был плодовитым художником церковных интерьеров в своем районе, близ Милана, был причастен к какому-либо из них. В то время в моде были причуды и искусственные пещеры. Хоррис Уолпол построил пещеру в своем лондонском доме, Стробери-Хилл, и похитил несколько сталактитов из естественных пещер Вуки-Холл. Но искусственная пещера Сера Фрэнсиса самая большая и самая любопытная из всех. Над арочным входом в пещеру он создал высокий кремниевый фасад со сводчатым окном, который был разделен двумя тонкими каменными колоннами. По обе стороны этого фасада высокие стены из кремня с арками и нишами для статуй, которые обхватывают большой открытый двор. Из дома через долину было ясно, что это была задумана как еще одна особенность ландшафта, на этот раз готическая церковь. Пещеры адского пламени представляют собой сеть искусственных меловых и кремниевых пещер, которые простираются на 260 метров под землей. Сэр Фрэнсис, основатель общества дилетантов, и соучредитель клуба адского пламени, чьи встречи проводились в пещерах. Пещеры используются как туристическая достопримечательность с момента повторного открытия в 1951 году. Необычный дизайн пещер был во многом вдохновлен визитами сэра Фрэнсиса в Италию, Грецию, Турцию, Сирию и другие регионы Османской империи. Пещеры простираются на 400 метров под землей, причем отдельные пещеры или камеры соединены с серией длинных узких туннелей или проходов. Маршрут через подземные помещения продолжается от вестибюля к покою управляющего и пещеры Уайтхеда через круг Лорда Сэндвича, пещеру Фрэнклина, банкетный зал, треугольник к пещере шахтеров. И, наконец, перейдя через подземную реку Стикс, находится последняя пещера – внутренний храм, где проводились встречи клуба адского пламени, и которая, как говорят, находится на расстоянии 90 метров прямо под церковью, на вершине Хама-Уэствикамп. В греческой мифологии река Стикс отделяла мир смертных от ада, а подземное расположение внутреннего храма прямо под церковью Святого Лаврентия должно было символизировать рай и ад. Членами клуба адского пламени, основанное с сэром Фрэнсисом, были различные политические и социально важные деятели XVIII века. Пещеры Уэствикамп использовались для собраний в 1750-х годах и в начале 1760-х годах. Девиз клуба был «Делай, что хочешь». По словам Горация Олпола, практика членов общины была строго языческой. Ваг и Венера были божествами, которым они почти публично приносили жертвы, а нимфы и свиные головы, которые возлагались на праздники этой новой церкви, в достаточной степени информировали соседей о внешнем виде этих отшельников. Пока группа сэра Фрэнсиса действовала, она не была известна как «Клуб адского пламени». Это название было дано гораздо позже. Его клуб использовал другие названия, такие как «Братство святого Фрэнсиса», «Орден рыцарей западного Уэкамба» и «Орден монахов святого Фрэнсиса из западного Уэкамба». В собраниях этих могущественных людей, которые изображали ритуалы католической церкви, также включали пьянство и оргии. В Англии в XVIII веке активно ходили слухи о высокопоставленных дьяволопоклонниках, которые высмеивали церковь и религию и ужинали с сатаной. Сейчас мы с вами как раз проходим через реку Стыкс по внутренний храм. К началу 1760-х годов клуб прекратил свою деятельность. Местная легенда утверждает, что в пещерах обитрает призрак Сюкий – молодой служанке, которую случайно убили люди, подшутившей над ней. Другие утверждают, что в пещерах видели призрак Пола Уайтхеда, бывшего управляющего клуба Адского огня. Однако всегда ходили рассказы о призраках, населяющих пещеры, с тех пор, как они были вырыты. Клуб Адского огня проводил свои встречи во внутреннем храме. Обменивались пьяными тостами, состязаниями в остроумии и непристойными историями. Дух клуба был твердоязыческим, и встречи часто включали шутливые ритуалы и всевозможные богемные излишества. Учитывая антисистемный и буквально подпольный характер клуба, на протяжении многих лет появлялись рассказы об оккультных и криминальных событиях. Но ни история, ни сами пещеры не подтверждают эти истории конкретными фактами. Во время Второй мировой войны планировалось использовать пещеры в качестве большого бомбоубежища. Если близлежащие города подверглись бы бомбардировке. Но сельское положение Бакингемшир означало, что Хайвиком и близлежащие города не были целью противника, и поэтому планы не были реализованы. В конце 1940-х и в начале 1950-х годов пещеры были отреставрированы и превращены в местную достопримечательность покойным сэром Фрэнсисом Дэшвудом, 11-м баронетом. Пещеры Адского Пламени Пещеры Адского Пламени посетили более 2,5 миллионов человек с момента их повторного открытия в 1951 году. По данным местного туристического бюро, большая часть прибыли, полученной по посещению пещер, была передана благотворительным организациям, включая Национальный фонд. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами уже направляемся к выходу, и сейчас я вам хочу немного рассказать о местечке Вэствикам, в котором находятся эти пещеры. Вэствикам – историческая деревня, в значительной степени является собственностью Национального фонда, и ежегодно принимает большой поток туристов, поскольку здесь находятся парк Вэствикам, пещеры Вэствикам и мавзолей на вершине холма Вэствикам. Мавзолей и золотой шар над деревней Вэствикам являются впечатляющими местными достопримечательностями, визуально доминируя над деревней и местным ландшафтом, на многие мили вокруг. И вообще, это очень маленькая и милая деревушка. Я думаю, надо будет нам на нее посмотреть. Я была здесь еще до того, как открыла свой YouTube-канал, и, по-моему, эту маленькую деревушку я вам еще не показывала. Конечно, на нее лучше смотреть летом, но осень – тоже хорошая пора. Несмотря на то, что она находится на оживленной трассе А-40, центр деревни сохраняет большую часть своего исторического очарования. Она в основном принадлежит Национальному фонду, и поэтому сопротивляется модернизации. На Хай-стрит есть несколько старомодных магазинов, по крайней мере внешне, а также три паба, несколько небольших офисов. Неподалеку от Хай-стрит находится деревянная начальная школа, традиционный мебельный завод и концертный зал. Население составляет около 1300 человек. Можно прогуляться по прекрасно сохранившейся деревне и ее окрестностям, где каждый кирпич, дерево и здание могут рассказать свою историю, где время, кажется, застыло, предлагая захватывающее сочетание истории и красоты, как природной, так и рукотворной. Продолжение следует... Ну всё, свет в конце туннеля означает выход. Выходим там же, где и зашли. В конце немного посмотрим уже на то, что выставлено для Хэллоуин. В сам Хэллоуин здесь происходят разные мероприятия, как снаружи, так и внутри. Днём здесь будут развлечения для детей, а вечером и ночью – ужасы для взрослых. С актёрами, изображающими жутких персонажей и измученные души, которые скрываются в пещерах. Эти живые исполнители обязательно подарят леденящие душу страхи и тревожные сюрпризы. Но это мероприятие для тех, кому уже более 16 лет. Так что, кто любит ужастики, милости просим сюда на Хэллоуин. Но это уже без меня. А я буду с вами прощаться. Вам хорошего дня. И в следующий раз встретимся здесь же, в Англии, и на канале Лиена МК. На этом сегодня всё. Пока-пока.